Добро пожаловать на марафон 7 ступеней к радости. Очень интересно, что в аутоизме для слова радость существует куча разных синонимов. Как у эскимосов очень много синонимов для слова снег, потому что они любят снег, так и у нас очень много разных синонимов, которые описывают радость. Сосон, симха, гила, ина, лица, хедва, столько разных понятий радости. На этом мини-марафоне всего 7 дней нас ждет, 7 дней глубокой работы над радостью. Мы будем обсуждать разные типы радости. Сегодня мы обсуждаем два первых. Это сосон и симха. Чем отличаются симха и сосон? Симха это самое частое употребление слова радость. Мы говорим, что мы идем на какую-то симху, имея в виду любое радостное мероприятие. Симха это в принципе радость, но это не просто радость, это радость от процесса. Когда последний раз вы были вовлечены в процесс настолько, что вам это доставляло очень большую радость, вне зависимости от того, чем закончится этот процесс. Когда человек смотрит спортивную игру, если он очень любит смотреть спорт, ему не так иногда важно, кто выиграет, ему важен сам процесс. Когда человек, который любит лазить по горам, он лезет на гору, он рад в самом этом процессе. Когда мама играет с ребенком, ей нравится процесс игры. Это симха. Сосон это то, когда мы достигаем своей цели. Уже после того, как человек с радостью лез на гору, он поднялся на самую верхушку горы, и он смотрит с нее вниз. Вау, какая радость, какой восторг, какое вдохновение. Вот это Сосон. Когда любимая команда выиграла в баскетбольном матче, очень тяжелом, очень упорном, в упорной борьбе, то наступает Сосон. Это моя команда. Выигрыш, ура, да, победили. Поэтому в разные моменты нашей жизни мы испытываем симха, и в другие моменты мы испытываем Сосон. Симха, она очень связана также с выполнением нашего предназначения. У какого человека в жизни будет симха? Какой человек будет наслаждаться самим процессом жизни? Не только тогда, когда у него будет все получаться, или ему будут давать повышение на работе, или у него будет какой-то выдающийся успех. Таких моментов не бывает очень много в нашей жизни. Но есть люди, которые могут жить каждый день в состоянии симха. Как у них это получается? Дело в том, что чаще всего такие люди, они выполняют свой потенциал. Они выполняют то, для чего они рождены на этой земле, и это дает им очень много радости. Как это понять? Как обрести этот потенциал? Как понять, что даст мне такое огромное наслаждение, чтобы я мог проживать эту жизнь с радостью, с симхой? Ху-вот-алев-вот – это очень известный этический труд в лудаизме. Он говорит о том, что есть три круга. Да, есть три круга. Если мы нарисуем на бумажке три круга, которые пересекаются посерединке, это и будет то, как человек должен определить свое предназначение. Первый круг – это круг того, что у меня хорошо получается делать. Ваши таланты, те вещи, в которых вам всегда было делать это легко, приятно, и у вас все получалось. Ваши таланты, ваши сильные стороны. Второй кружок, пересекающийся, – это вещи, которые доставляют вам наслаждение. Возможно, даже вы не так хорошо их умеете делать, но когда вы это делаете, то вам очень хорошо, приятно, вы не замечаете время. Это второй кружок. И третий кружок сверху – это те вещи, которые часто у вас просят. Так складывается ваша жизнь, так складываются ситуации, что люди часто просят вас об одолжении именно в этой сфере. Так между пересечением первого, второго и третьего круга, между вашими сильными сторонами, между тем, что вам доставляет огромное удовольствие в жизни, и тем, что часто у вас просят окружающие или какие-то ситуации в вашей жизни, и находится вот эта вот общая точка – это ваше жизненное предназначение, или, по крайней мере, направление к этому предназначению. Для того, чтобы сейчас сделать такое упражнение, мы сделаем с одной стороны медитацию, с другой стороны после этой медитации, я попрошу вас сразу же взять листочек бумаги и записать все то, к чему вы придете по ходу медитации. В данном случае медитация будет лишь только инструментом для того, чтобы более глубоко уйти в себя и взять оттуда ответы на эти вопросы. Хорошо? Тогда мы уже с вами, кто был на первом марафоне, вы хорошо это умеете делать, кто нет, я покажу, как это делать. Я это делаю на видео, но вы не должны на меня смотреть, вы должны просто закрывать глаза, слышать то, что я говорю и делать это за мной, не надо при этом на меня смотреть. Хорошо? Тогда, если мы готовы, давайте устроимся поудобнее. Закроем глаза, сделаем очень спокойный, глубокий вдох и выдох. И постепенно, спокойно расслабим каждую частичку нашего тела. Мы начнем с головы, выбросим оттуда все ненужные мысли, все тревоги, все переживания, сомнения. Потом мы расслабим шею, расслабим плечевой пояс, спину, позвоночник, который держит наше тело. Расслабим грудь, живот, ноги, икры, ступни, пальцы ног. Почувствуем, как будто все это обмякло, все это отдыхает, мы не несем на себе никакого груза, мы позволяем себе быть здесь и сейчас, мы принимаем себя вместе с той ситуацией, в которой мы сейчас находимся, мы принимаем свое поведение, то, как мы себя ведем именно сейчас, мы чувствуем любовь Творца, мы чувствуем его принятие, мы чувствуем, что никуда не нужно бежать. Сейчас это время мне нужно только для общения с собой. После этого представьте себе первый круг. Вспомните, пожалуйста, что с самого детства вы умели делать хорошо, за что вас хвалили на детских днях рождения, что иногда у других вызывало панику, как это я успею сделать, как тяжело, я не смогу, я не умею, а вы это делали совершенно легко, и вам это было в удовольствие. Может быть, вы хороши в общении с людьми, может быть, вы очень креативны, возможно, вы быстро наводите порядок в делах, возможно, вы очень педантично выполняете какие-то задания, умеете решать проблемы, умеете понимать людей. Подумайте о двух-трех вещах, которые являются вашими самыми сильными сторонами, но не то, над чем вы очень долго и мучительно работали в жизни, а то, что вам давалось всегда легко. Это первый круг. Второй круг – это вещи, которыми, когда вы занимаетесь, вы чувствуете очень большое наслаждение. Иногда у вас получается хорошо, иногда, может быть, не так хорошо, но вам очень нравится этим заниматься. Вы не чувствуете, что идет время. Вы готовы это делать снова, снова и снова. Игра на музыкальном инструменте, рисование, общение, чтение. Что является той вещью, которая занимает вас полностью, и вам не хочется ничем заниматься, когда вы это делаете. Это второй круг. И третий круг – о каких одолжениях чаще всего вас просят люди. Как будто бы много похожих ситуаций, в которых разные люди просили вас об одной и той же вещи. понять их, одолжить им деньги, решить за них какую-то проблему, навести порядок в их делах, помочь им разобраться в себе. Какие чаще ситуации попадают в вашу жизнь снова и снова? И последний вопрос. Есть ли что-то, где пересекаются все эти три круга? То, что вы любите делать, умеете делать, и то, что часто вам приходится делать, потому что об этом вас кто-то просит. Если у вас получилось выделить вот этот вот общий знаменатель в этих трех кругах, то вы явно на пути к пониманию того, для чего ваша душа пришла на эту землю. Когда вы откроете глаза, пожалуйста, запишите все эти три круга, то, к чему вы пришли в первом кругу, во втором кругу и в третьем кругу, и то, где эти три круга пересеклись. Теперь снова почувствуйте любовь Творца, который не просто так послал вас на эту землю. Поблагодарите его мысленно за то, что он дал вам возможность разбираться в себе, чувствовать себя, понимать себя, за то, что он дал вам столько подарков, столько талантов и способностей, столько людей, необыкновенных людей в вашей жизни, столько ситуаций, в ходе которых вы начали понимать, что вы здесь делаете, и столько вещей, которые доставляют вам искреннее наслаждение. После того, как вы искренне поблагодарите его, сделайте еще один глубокий вдох. Пять. Начните слышать звуки в этой комнате. Четыре. Почувствуйте, как ваша спина касается спинки стула. Три. Почувствуйте опору под своими ногами. Два. Представьте себе, как все, что вы выучили в этой медитации, вы принесете с собой в вашу повседневную жизнь. И на один, когда вы будете готовы, откройте глаза. Сегодняшним заданием будет записать, как я уже сказала, вот эти три круга и где они пересекаются. Я буду очень рада увидеть этот круг, если вы поделитесь как в личном сообщении, так и в общей нашей группе, направить, кому это будет полезно. И завтра мы встречаемся для того, чтобы изучить уже новую радость, новый тип радости, который называется гила. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok